Привет, дорогой мой друг. Думаю, что пора уже плавно переходить на тему обсуждения GTA V, а точнее на тему GTA V Roleplay. Прошло уже достаточно времени с момента выхода различных мультиплееров, которые обещали нам свергнуть старый добрый самп и стать мастодонтами в GTA V. Большинство таких проектов не приказали долго жить и канули в лето. Некоторые остались на этапе обещаний и грандиозных идей. Но есть Рэйдж, который на данный момент и есть тот самый мастодонт и младший брат, который красивее, умнее и просто лучше того же сампа. И все, что ему мешает быть номером один, это возраст. На данный момент он перспективная молодежь и только учится всему, исправляет свои ошибки и просто говорит о себе, что ну вот он я, ребята, я вам еще покажу, на что он способен. Но пока он будет показывать, на что способен, мы с вами его пообсуждаем и я вам желаю приятного просмотра. А мне-то как жаль. Правда в том, что после стольких лет начинаешь терять не только аппетит. Когда так долго носишь маску, то забываешь, кто ты под ней. Первое, с чего бы сразу хотелось начать, это то, насколько сейчас сампа уступает, ну или же опережает Рэйдж мультиплеер. И тут, кстати, прошла распродажа GTA 5 в эпике, почти все, кто хотели себе GTA 5, они ее получили. И тем самым им проще оценивать онлайн и интерес к Рэйджу. Если раньше обычный любитель игр или сампа не мог позволить себе GTA по тем или иным причинам, то теперь он смог это сделать за 0 рублей и 0 копеек. После раздачи онлайн сервиров, кстати говоря, заметно стал выше. Что говорит о том, что поиграть в GTA 5 РП желали многие. Ну и тут, кстати говоря, мы можем плавно перейти к теме того, как наплыв игроков может ухудшить Рэйдж и его комьюнити. Первый вариант ухудшения самый страшный, ибо получив бесплатную GTA, игроки могут начать активно заходить на проекты и мешать играть, порть игру другим игрокам. Возможно, что будет появляться много читеров или просто игроков, которые взяли себе GTA не на один аккаунт и им терять просто нечего. Второй же вариант ухудшения не столь страшен, но мы все знаем, что до раздачи онлайн проектов составляли игроки постарше, и игра от этого становилась более адекватная и более интересная, чем на некоторых проектах самбо. Если же GTA получили дети и те, кто смотрит в ютубе тех, кто фанится, мешая другим игрокам, читерит, или же просто показывает неадекватный контент, то, к сожалению, очень велик шанс, что данные игроки будут негативно отражаться на мультиплеере и на проектах, которые открываются на площадке Рэйджа. Я уже сказал, что онлайн проектов вырос после раздачи. Для любителей большого онлайна, я, кстати, к таким отношусь, это хорошо, даже круто. Особенно, если это не привело к пунктам, которые вот как раз таки были у меня сейчас выше. Но есть то, что очень сильно расстраивает во всем этом деле, а именно очереди на сервера. Если в сампе сервер заполнен, то мы уже знаем решение проблемы. Скачали фаз коннект и зашли. Тут же мы заходим на сервер, и если он забит, то сидим в очереди по несколько часов. Начав играть в GTA 5 RP, я осознал весь этот ад, и я вам скажу, что это очень жестко. Ну а теперь давайте просто поговорим о самих проектах, которые находятся на площадке Рэйджа Мультиплеера. Тут я уже коротко скажу то, что то, как развиваются проекты в GTA 5, это что-то с чем-то, и такого я давно не видел в сампе. Они быстро набирают онлайн, открывают новые сервера и заказывают рекламу. В сампе же мы такого не увидим больше никогда. И как по мне, это уже факт. Аризона поднялась так высоко, ибо она находится на стадии заката сампа. На той стадии, когда другие проекты смотрят на GTA 5 RP, когда проекты такие как Grand RP, Diamond и Majestic переходят развиваться на новую площадку, а Аризона становится просто монополистом в сампе, и поэтому она находится в топ-1. А на этом я бы хотел с вами попрощаться и анонсировать, что ожидайте видеоролики не только по сампе, теперь у меня на канале, но и по GTA 5 Ролеплей. Субтитры сделал DimaTorzok